Дорогие друзья, сегодня у нас ролик необычного формата, ведь сегодня мы будем делать тир-лист, как по мне, мое мнение, какие же лимитки, все же кал, а какие охренительные. Я рад вас приветствовать, всем здравствуйте, дамы и господа, и гости моего канала, с Микстел Айрон. В сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox. Винкардейший, так как в Roblox, и конечно же мы не будем играть, но все же, дорогие друзья, у нас связан ролик с КДТ. Давно мечтал купить робоксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на РБХЛ. Здесь вы можете купить робоксы по самому вагоному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робоксов всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Телись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робоксы. Вступай на дискордсеры с регулярными розыгрышами, группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячи отзывов от реальных покупателей. Все это только на РБХЛ. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. И сегодня я воспользовался идеей Поничем. Если что, Понич... Если что, разрешение у Понича я попросил. Он мне дал ссылку на этот тирлист, который он сам сделал. Ссылочка на его видеоролик будет, конечно же, в описании, дорогие друзья. И это его идея. Так, дорогие друзья, сейчас у нас будет, так сказать, мое мнение, какие лимитки Кауп, как по мне, а какие охренительные. Сразу же начнем с Голден Мюри. Это Тапок Петти. Ну, как по мне, это мемная машина, как бы Тапок Петти. Я все же засуну, наверное, скорее всего, в хорошие. Дальше у нас Макларен, который за 13,5 миллионов. Просто идеальная лимиточка, как по мне, отличная. Она офигительно сильно рулится. И как бы вот эта вот машина я реально готов просто, ну, я не знаю, засунуть в топы, в топы. Дальше Погани Хуэрер. Ну, в среднем. Я, если честно, не люблю эту лимитку. Она такая себе, как по мне. Ну, такая просто римитка. Мне вообще ничего не зашло. Кёнигсик 1.1. Все же хороший Кёнигсик. Он добротный, такой быстрый. Прям, ну, все дорогие машины, как по мне, в КДТ, они прям реально отличные. Тадара. Ее тоже, я думаю, в хорошие засунем. Так же, как и Кёнигсик, в принципе. Тоже быстрая, красивая машинка. Дальше Мистраль. Мистраль, если честно, мне не нравится. Но, как бы, в среднячок ее засунем. Так же, как и по Гане. Она такая себе. Ну, как бы, по внешке мне не нравится. Ну, короче, в средняя машина. 300+, сразу же в отличные. Я тут даже спорить не буду. Просто идеальная машина для фарма, для миль, для денег. Вообще, просто тачка на каждый день. Покрутитесь в мир гоночного азарта с игрой Cardio Shift Icon в робоксе. В нашем телеграм-канале вы сможете участвовать на уникальных треках и посмотреть на разные классификации для захватывающих гонок на автоспортивных и мотоциклетных гонках. Превратите свои гоночные машины и мотоциклы в настоящие гоночные машины мечты и соревнуйтесь с лучшими гонщиками в мире робокса. Присоединяйтесь к свободу счету гонщиков и любителей автоспорта в нашем телеграм-канале и покажите всем свое мастерство за рулем. Не упустите возможность стать чемпионом и покорить самые сложные трассы вместе с нами в Cardio Shift Icon. Ссылка на наш телеграм-канал доступна в описании. Гоните на полную мощность и наслаждайтесь безудержным весельем гоночного мира. Ааа, вижу тут GT. Ммм, кааа, мне вообще не нравится. Ни управляемость, ни скорость. Стоит она 30-ку, она еще некрасивая. Боже, фу. Ааа, дальше у нас Апола. Апола, ой, ой, хорошая. Отличная Аполочка, прям красоточка, прям хорошая засунет. Тут даже безоговорочно. Дальше Левантюр Нуа. Ммм, наверное тоже хорошая. Самая первая лимиточка, она тоже очень красивая. Эээ, Мерседес One. Не сказал бы, что он плохой, но, скорее всего, я его в среднечок возьму. Эээ, ну, так. Плюс-минус, в принципе, нормальная машина. Ну, как бы, вот, скорее всего, тут сюда засуну. Дальше у нас ДЛК. ДЛК, ну, как по мне, в отличие. Просто она офигительно выглядит. И у нее очень хорошая управляемость. Как бы, и еще вот такие мемчики с ДЛК. Просто, ну, бомба, пушка. Короче, засовываем ее сюда. Кёнигсик СС 058. Очень красивая лимиточка. Я ее засуну, скорее всего, в хорошие. Как бы, в хороших у меня, как бы, такие, знаете, красивые лимиточки. Дальше у нас 250 GTO. Тоже в хорошую засуну. Красиво выглядит. Просто, ну, шедеврально. Ну, прям. Ай, хороша. Красотка. Да, я, конечно, не надо оцениваю. Но, как бы, по редкой составляющей, плюс-минус, и по красоте, я думаю, она прям зарешала. Кёнигсик. Кёнигсик, мой любимый, тоже сюда. Он тоже очень красиво выглядит. Погани зонда HP. Ну, средняя. Меня, если честно, Погани так себе по душе. Ну, как бы, вот сюда вот ее засунем, ну, и пусть сидит. Apollo Project EVO. Она мне меньше нравится. Apollo обычный, как бы, ну, мы ее засунем тоже в средничок. Atlantic. Офигенный Atlantic. Я его всю жизнь ждал в КДТ. И все же его на Хэллоуин 2023 года, наконец-то. Да, а, нет, 22-го года даже. Да, 22-го. Пардон. Точняк. Офигеться, он, блин, старичок уже. А, Пинефория Батиста. Тоже красивая лимиточка. Я ее засунул в хороший. Обожаю эту Пинефорию. Ну, прям. Кстати, даже с этим роликом вы поймете это самое. Какие машины Айрон любит. Кстати, ну, ладно. Гондам Юри хорошо в средний засунем. Такая себе лимиточка. Ну, просто прикольная. Не буду ее так возвышать. А, Финюр. Финюр говняно выглядит. Так что, не знаю, в плохие засуну. Ну, такая себе лимитка мне вообще не понравилась. Утопия. Утопия красивая. Одна из красивых поганей, которая мне нравится. Особенно с Фрапсом. Просто, ну, это пушечка, дорогие друзья. Макларен Сабрина. Не сказал бы, что отличная. Но она мне очень сильно нравится. Так что я ее в хорошие засунул. Астан Мартин Валькирия. Валькирия очень красиво выглядит. Обожаю Валькирию. Так что я ее, наверное, засунул тоже в хорошее. Центе Дечи. Ну, она мне не нравится. Я ее в среднячок, я думаю, засунул. И, как бы, больше ничего сказать не могу. Кьюр Спорт. Ну, тоже в среднем. Не так я любил. С самого начала, когда ее добавляли, тоже не любил. Так что я ее оставлю здесь. Кадаунга. Кадаунга. В среднячок засунул такая ситуация. То есть, вы видите, даже у меня уже третья пока не по счету. Как бы это в среднем классе сидит. Сена. Боже, я ненавижу эту лимитку. В плохие ее засунул. Ну, реально говняно. Кстати, вот эти две лимитки, по-моему... А, нет, 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 нет. Это третий. Это третья неделя 22 года. Вот этот Новый год был. А этот тоже 22, только в первую неделю добавлялась лимитка. Погани Зонда Эр. Сюда. Сразу же. Не нравится мне еще этот ЛГБТФ-шеский веню у нее нет. Не, фигня. Порш Мистер Эр. А, нет, хотя в среднем, что-то, что-то, что-то... Порш Мистер Эр. Но мне вообще не нравится этот Поршак. Как бы в плохие его засунуть, такой себе. А, пока не с Капюр. Капюр, Капюр. Вот я в хорошие засунем. Она реально красиво выглядит. Прям, ну, мне вот лично по душе только Кадаунга. Ой, это Утопия и Капюр. Макларен, GTR. Нет, тоже в средний человек засунем. Я не такой фанат прям Макларенов. Дальше у нас ЕБ011. Кстати, кстати, сорян. Это я опять путаю, как будто вот это одна линия. Так что вот Макларен, я думаю, в средний засунем. Бугатти, Бугатти, Бугатти. Ну, такая. Ну, просто лимитричка на проходняк. Вот сюда вот. Так, FFKX в Феррари. Я ее, думаю, засунул в хорошие. Офигительно выглядит. Красотка. Прям, вай-вай-вай. Вот это вот ССК. ССК. Ну, в средний человек засу... Хотя... Хотя нет, красивая лимитка. Как по мне, в хорошие ее, я думаю, засунул. Мазерати. В средний. Я не люблю Мазерати. Особенно такого рода. Какие-то, знаете, гражданские Мазерати. Вот это вот офигенно. А Ла Феррари полицейская. В средний. Ну, такое себе, как бы Ла Феррари. Не знаю. Это Ламбо... Засунул... Не знаю. Даже... Что-то у меня ручка тянется в плохие. Честно, мне не нравится эта Ламборгини. Такая себе, она сейчас с ремоделькой. Прям, убогой. Хотя, она намного лучше выглядит, чем она выглядела раньше. Дальше у нас Аполло. Кумперт. Кумперт. В принципе, в среднячок засунем более-менее. Аполло у нас. Феррари. Феррари. Феррари тоже среднее. Такое. Что-то среднячок, реально. А Зенва. Зенва очень хорошая лимиточка. Я ее даже... Нет, даже я ее, наверное, в отлично засунул. Офигенная лимитка на управление. Тоже, ну, просто бомбезная. Ну, вот эти вот лимитки прям... Идеальные. Как по мне, там на каждый день. Вообще спокойно. Монса. Монса. Раньше она мне прям заходила на ура. Но сейчас, я думаю, я ее в среднюю засунул. Вот так вот, наверное. Броман. 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 Красивая лимитка. Мне лично нравится. Она, конечно, стоит меньше десяти даже. Как бы даже с лимитед стором. Но, как бы ее засунем в хорошее. Тачка Кемблока. Как по мне, надо честь отдать Кемблоку. Охрененный мужик. Был жалко, что умер. Ну, так что, я думаю, я его засунул в отличный. Это даже не мое мнение. А просто тут сразу же в легенды стоять. Гелик 6х6 у нас. Средничок, наверное. Да, в средничок. Мне не нравится гелик этот. Ну, короче, так и стоим. Ламборгини Сиан. Средний. Средний тоже средний. Додж-Айс Чарджер. Как по мне, идеальная лимитка в отличную за Sony. Просто, ну, это реально живая легенда, как по мне. Это единственная лимитка, вот, последняя, которой мне не хватало. Для того, чтобы собрать полную коллекцию всех лимиток. Пагани и Моуа. Тоже в средние. Просто у меня, реально, одни Пагани в средних лежат. Ну, вот так вот. За Sony. Мазерати, то же самое, как из прошлого. Сюда я не люблю Мазерати такие. Феррари. F50. Ну, тоже в среднем засуне. Мне не нравится. Феррари, вот это вот. Ты, честно, говняно. Я ее засуну в плохие. Хеннесси Велоцираптор. Самая моя первая лимитка вообще в КДТ. Она уже, блин, полтора... Два с половиной года у меня в гаражеле валяется. Так что, наверное, я все же засуну. Ну, средний. Средний и средний лимитка. Джип. Джип шестиколестик. Единственный шестиколестик, который мне не нравится. Я его засуну. Но все же, наверное, в хорошее. Бугатти болит полный кау. Я ненавижу его просто. Ну, я не знаю. Но это ходящая продажная девушка. Вот реально. Я не знаю, как больше описать этот болид. Не обессудьте, конечно, фанаты болида. Но это реально полное говно. Уже, наверное, в 50-й раз его добавляет в лимитад стор. Он уже весь обосранный. Обоссанный. Я не знаю. Ну, у меня просто слов нет. Короче, все. Заслуженное вместо в кау. Форд. 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 Вот этот. Засунем в отличное. Идеальная лимиточка для дрифта. Прям, ну, офигенно. Офигенно. Сильвия. Сильвия, конечно, не идеальная. Но я засуну ее в хорошие, красивая лимитка. Я ее, как бы, оставлю здесь. О, боже. Можно я просто его засуну? Я буду комментировать. Порш. Порш. Порш этот. Ну, в принципе, среднячок. Прикольно выглядит. Ничего сказать не могу. Корвет. Корвет. Тоже прикольно выглядит. Ничего сказать не могу. БМВ. Мотоцикл. В средний засунем. Скорее всего. Да, нормально будет. Так, Порш. 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 За 33 миллиона. Засунем, скорее всего. Ну, он ей сейчас не нравится, как бы. Но все же то, что он хорошая управляемость, там, вся хрень. Ну, возможно, частично. Ну, ладно, засунем его просто в хорошее. Порш. Этот Поршик. Ну, прикольный. В принципе, в средний засунем. И последняя лимитка в этом топе. Это у нас полицейский Лексус. Хрень. Ладно. Просто засунем в плохие. Больше комментировать не стану. Ну, что, дорогие друзья. Получается, вот этот вот мой терлист, как по мне, это, ну, просто все. Все, что можно было мне раскидать. Вот такие у меня тачки, как по мне, отличные. Такие у меня хорошие. То есть, хорошие это мои прям, ну, любимые. Прям реально красивые. Я прям, ну, прям их люблю. Отличные. Ну, мне просто нравятся их, как бы, характеристики. И вообще, какие-то легенды здесь. И хорошие для фарма. Средние. Это, ну, просто, как бы, вроде нормальные лимитки. Ну, как по мне, они ничем для меня не выделяются таким, чтобы я их прям любил. Плохие, просто для меня не... Я их не люблю. Как бы, по красоте, по этой всей хрени. Как бы, еще, ну, я не знаю. И Као, ну, как по мне, самые ужасные лимитки. Я бы просто их удалил бы из КДТ, и все. Не обессудьте, конечно, фанаты болидов. Но я бы сделал бы так. Ну, дорогие друзья, все. Всем спасибо за просмотр. Дорогие друзья, ну, с помощью видеоролика. Надеюсь, он вам понравился. Вы не забыли поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну, а с вами был Айрон. Всегда, чусь всем пока-пока. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok